всем привет привет я здесь привет начинаю влог вечером сейчас поедем в магазин шмоточный лифтаргет посмотрим в общем нам надо шмотки посмотреть эдик у нас красавчик с новой сумкой уже с телефоном счастливый ребенок да я покрасила голову наверное он тут плохо видно короче вся в краске надеюсь меня никто не ничего зато покажем что купили красавчик а у тебя сумка есть сумку клади да ты смотри отсюда кошелек мы думаем что мы кошелек нет нет туда не надо смотри тут сзади есть я знаю но не будет удобно а в самый маленький получается ключики будешь складывать так ладно я пошла выезжать черное черное волос не сушила смысле феном а он сам высох но не перепалила я чувствую что он у меня мягенький все просто что он как бы все равно уже оба что я имею ввиду что надо подстричься было бы чуть-чуть вот но я в принципе отращиваю волос не буду больше коротко делать ладно все оближаю мы пришли в колус ты чё мы записали тут очки за шмотками пришли ну тяж на день рождения надо определенные цвета да вот мы пришли по выбирать о чем принять ничего у тебя нет ой какое белье красиво смотрите вау класс слушайте это не так сильно дать и вот очень красивые всего лишь 20 долларов прикольно мужском отделе ищем ищем что-нибудь мужу сейчас посмотрим он прикольно и черные а нет нет он черный показалось так мы приехали с магазина в общем показываю что купили купили маловскому такую маечку черненькую обычную самую так дальше дальше мы купили мужскую такого рубаху она светлая но не белая как я тут разложить разложу в общем вот так вот здоровская тут такая вот видите клеточка дальше взяли маловскому вот такую маечку желтенькую такую же оранжевую единственное что мне кажется что здесь будет размер да у нас тут эдик стоит если что чтобы вы понимали оранжевая оранжевая только размер поменьше посмотрим так он себе конфеты взял и эдику взяли вот такую рубашку очень красивый очень цвет сейчас я покажу еще джинсы я эдику покупала принеси пожалуйста свои черные джинсы в общем будет у нас такой вот красавец очень бы хотелось с желтой майкой чтобы он одел здорово мне кажется так чек получается вышло у нас 93 доллара вот за вот эти вот все вещи так и сейчас эдик принесет джинсы давай да покажу вот такие вот джинсики купили вот материал конечно немножко цеплючий но я смотрю что почти все черные джинсы цеплючий в общем это такой вот стоили эти джинсы 20 долларов почему так вот должно быть вот такие у нас сегодня получились покупочки всем привет ребята у нас сегодня второй день нашего влога в общем как видите в машине мы сейчас с эдиком поедем в таргет и надо будет посмотреть шмотки мне потому что в колсе вчера то что я вам показывала ничего не нашла в общем не знаю мне не нравится этот магазин в плане меня как мне что-то покупать вот муж у меня любит более классическую одежду такие как джинсы да поэтому там для него как раз всегда все есть рубашки какие-то маловскому в принципе тоже ну везде не сильно много но есть да можно купить а вот женская мне там вообще не нравится то есть она больше знаете выглядит как на тет на тетенях в таких возрасте поэтому не мое это совсем вот в общем решили поехать в таргет потому что я там видела много классных шмоток ну как мне показалось да это же как когда не покупаешь видишь много всего крутого как только надо купить нету ничего совершенно поэтому поедем посмотрим если нет то я вчера в колсе нашла себе джинсы и рубашку вот тогда если что поеду в колс и куплю ну это такая классика знаете вот прям стандартные классические джинсы и стандартная классическая такая рубашка которая с джинсами носится просто наверх на майку вот поэтому поэтому мы поехали мы уже приехали в таргет это мой рай я обожаю таргет плане шмоток я же кажется десять тысяч раз это говорила но я обожаю таргет у них такие прикольные шмотки всякие где-то я вам сейчас покажу аж уже походу нету я сейчас я кое-что видела после себя и платьюшки короче у них тут столько горошка а это моя слабость 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 это означает что видишь горошек и просто умирать это же вообще посмотрите но не правда широкие какие-то а то что я видела уже этого нету да быстро а там был такой прикольный костюмчик в горошек я бабуле фотки посылал до короче такие брючки клевая и ценник более-менее адекватный вот 25 долларов шортики весят так они от этого костюмчика я нацеливалась то я хотя бы верхушку от него куплю потому что шорты вообще все от неделя да даже не неделя пару дней прошло уже нету подожди пока я еще не смотрю по факту я вообще я смотрю все короче вот так вот тут все товарищ мы о май не такие юбки смотрите только не совсем прям но это не горошек это точечка на пантере на пятнышки ладно все будем выбирать шмотки так мы уже затарились сейчас поедем домой не знаю буду ли я вам примерять показ но скорее всего да буду потому что между надо понимать как как она на мне сидишь а же везде примерки отменили в смысле закрыли комнаты эти примерочные поэтому на обум брала все надеюсь все подойдет много вещей не брала потому что я решила так я вообще не сильно люблю шопиться до покупать вещи шмотки но получается периодически мне нечего надеть то есть у меня достаточно мало шмоток поэтому что я решила а и в итоге как у меня получается я начинаю психовать и я начинаю просто жутко тариться то есть ну по деньгам это выходит немало я решила что надо будет где-то допустим каждый месяц покупать по одной-две шмотки допустим платье кофточку штаны майку кофточку два платьюшки да то есть если каждый месяц покупать это не будет накладно ну по крайней мере у меня гардероб будет пополняться и мне будут какие-то новые вещи потому что так совсем меня не устраивает и когда касается дело куда-то идти то я себя чувствую неполноценным человеком потому что все уже приелось просто когда мы ходим просто там магазин мне пофигу я могу водить свои старые джинсы кроссовки майку и пойти вот хотя это бывает что с майками уже уже хочется чего-то новенького вот поэтому надо будет именно принять такую позицию как покупка ежемесячно по чуть-чуть выговорилась так все нам пора ехать потому что время уже 3 15 я еще хочу ужин успеть какой-то приготовить не знаю что буду готовить что-то мне уже надоело придумывать что готовить ладненько все мы поехали домой так вот первый вариант какой я купила но мне чуть не очень нравится ну или нравится еще не поняла дюш ты может отойдешь пожалуйста я же себя снимаю не тебя короче мне кажется что она меня немножко полнит это надо на более высоких и более стройных в общем короче не знаю майка нравится а вот юбка как-то надо подумать короче подумать плюс кеды они носочки и джинсовка короче не знаю сейчас буду так вот как с джинсовка это выглядит с джинсовка мне больше нравится ну да и плюс как я сказала кеды в принципе может быть я и оставлю этот вариант чтобы он у меня был потому что юбка то прикольная но еще скинется что-нибудь наверное так ладно пойду померяю 2 так вот второй вариант такое платье тот муж не в восторге что с кедиками с джинсовкой тоже сейчас джинсовку накинуть и посмотреть короче я в машине поехала я верну все ничего мне не понравилось юбка с майкой как бы окей но это окей это не то чтобы мне нравится и все и я буду точно это носить поэтому если сомневаюсь то не буду это носить вот поэтому я поеду сейчас верну и заеду наверное какой-то другой магазин посмотрю шмотки если нет то нет вот ладненько все поехала я опять у нас тут на плазе где таргет еще маршаллс есть тоже шмоточный магазин типа тиджей макса ну короче они схожи очень вот и здесь часто бывают брендовые вещи на скидках так что короче иду сюда сейчас посмотрим что тут может найду что-нибудь для себя бюджетерия короче проехала я уже в тиджей макс ничего в том магазине я не нашла в общем ничего и не купила так что буду без шмоток ну его бесит когда поджимают сроки когда ты блин бегом летишь в общем короче ничего не можно уйти поэтому буду в том в чем есть а дальше дальше будем будем посмотреть все поехала домой заеду в лаки возьму готовой курицы быстренько настругаю салата и поужинаем не домашней едой вот хотя я сомневаюсь надо было может эту юбку оставить с этим с майкой в общем я когда буду монтировать видео еще раз посмотрю что я вам сняла если же понравится то может быть поеду возьму таргете опять я ненавижу шопинг из-за этого из-за того что ты не можешь ничего себе выбрать вроде бы шмоток блин целый магазин этих шмоток но выбрать ничего невозможно нормально а еще когда у вас с мужем вкусы различаются это вообще просто вырви мой мозг ладно все я поехала это время уже почти пять часов смотрите я пока ехала домой и дюша позвонила попросила салатик 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 порезать смотрите как он порезал сам вообще вот я пришла ничего вообще ему не помогаю ну такая посуду прибрала немножко так что у меня вот такой вот умничка взрослый помощничек на зайка спасибо тебе большое я без тебя не справилась бы умничка так вот такую курицу купила это грудка ну в этом кляре или как он называется и купила ножки куриные четыре штучки вот так что сейчас дюша дорежет салатик заправим сметанкой и будем кушать ну что ребята мы уже поужинали кто-то доедает кто-то еще не ужинал кто-то уже поужинал буду же с вами на сегодня прощаться увидимся в следующем видео всем пока